Двое детей Было двое, а им одиноко. На их грустных лицах застыла слеза. У многих детей есть свои особенности. Находясь вместе в инклюзивном детском саду или школе, дети учатся принимать и развивать способности друг друга. И если учитель помогает им в этом учреждении, то особенности становятся преимуществами. Дети должны учиться вместе. На сайте лучше на сайте перспектива-имба.ру В федеральном договоре об образовании сказано, что все дети, независимо от их физических, психологических, интеллектуальных и иных особенностей, должны быть включены в общую систему образования и обучаться по месту жительства. Но, к сожалению, очень часто родители, у которых есть дети, с такими особенностями боятся опускать своих детей в общеобразовательные учреждения. Все потому, что есть опасения, что люди будут посмекаться, что будут какие-то издевки со стороны их же одноклассников из-за того, что они не поднимают все. Родители обычных детей также имеют некоторые опасения. Они считают, что особенные дети могут мешать процессу образования. А сами уже дети, которые не имеют никаких остановлений, тоже относятся к детям с ОВЗ не совсем положительно. Кто-то настороженно к ним относится, кто-то избирает общение. И это на самом деле очень большая проблема. Но не только для детей и родителей, но еще и для учителей и руководителей. Ведь многие из них говорят о том, что им и так хватает проблем с обычными людьми. Зачем же еще брать в школы детей с отклонениями? Ведь есть для этого специализированные школы? На основе данной проблемы нами была определена тема. Тема «Проблемы социализации в условиях инклюзивного образования». Цель – формирование толерантного отношения всех участников образовательного процесса. Задача – сформулировать представление об особом ребенке, развивать чувство эмпатии к детям с ограниченными возможностями, создать условия для эффективной коммуникации всех участников образовательного процесса. Целевая группа – учащиеся начальной и средней школы. Для достижения высшей разумноозвученной цели нами были выбраны следующие пути решения данной проблемы. Первое. Проведение анкетирования учащихся родителей и учителей с целью выявления отношения данной группы к детям с ОВЗ. Фрагменты анкеты представлены у вас на печатных материалах. Вы можете с ними ознакомиться. Второе. Второй путь, который мы выбрали, это трансляция социальных роликов о детях с ОВЗ. То есть во многих школах, в холках висят телевизоры, по которым могут транслироваться эти ролики во время перемен. Третий путь – это привлечение родителей к проведению мероприятия, где родители выступают в роли консультантов-помощников. Например, родители хореографы организуют концерт, но с учетом того, чтобы не ущемлять детей с ограниченными возможностями. А остальные дети вопрекаются в социализацию. Следующий путь – это проведение мастер-классов детьми. Дети с ограниченными возможностями, зачастую творческие дети, которые любят рисовать, петь, делать поделки своими руками. И проводя такие мастер-классы, дети чувствуют себя более свободно, комфортно, у них повышается самооценка. Еще такой путь, как проведение благотворительных яморок на основе продуктов, созданных детьми. Созданные работы, всевозможные картины, подделки, выставляются на благотворительность. И здесь дети понимают, что они могут приносить сами пользу не только себе, но и окружающим детям, таким же детям с ограниченными возможностями. Очень важным этапом является этап создания открытой информационно-коммуникационной образовательной среды. Это использование всевозможных компьютерных сетей, социальных сетей, а также использование онлайн-технологий для дистанционного общения детей с ограниченными возможностями и вовлечения их в образовательный процесс. Также важным в этом обрешении является создание семейного клуба, когда взрослые, то есть родители детей, становятся для них педагогами и вовлекают их как в классные, так и в неклассные мероприятия. Создание языковых клубов – очень важный этап, где нарушится только межнациональный и межязыковой, но также рассматривается проблема глухонемых детей, то есть язык жестов. Очень важной является подготовка специалистов, которые должны работать в образовательном учреждении и помогать не только детям с ограниченными возможностями, но и педагогам. Такие дипломированные специалисты должны быть обязательно привлечены к работе в образовательном учреждении, где есть дети с ограниченными возможностями. Ну и, конечно, это привлечение средств массовой информации к данной проблеме и распространение данной идеи не только в компьютерных сетях, но и через широковещательные сети. Через данные пути мы можем достичь следующих результатов. Во-первых, дети, родители и учителя перестанут выражать негативные эмоции по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья. Во-вторых, дети, родители и учителя будут готовы вступать в контакт с детьми СОВЗ и выстраивать с ними дружеские отношения. Во-вторых, дети, родители и учителя будут оказывать детям СОВЗ помощь, действенную, ориентируясь на их затруднения, на их проблемы. Ну и, конечно же, у каждого проекта должен быть конечный продукт. И конечным продуктом нашего проекта будет, во-первых, на территории той школы, где проект будет реализован, будут внесены изменения в план воспитательной работы с учетом всех мероприятий, направленных на социализацию детей, родителей, всех участников продавательного процесса. Естественно, проект может реализовываться в течение одного учебного года. И в конце учебного года конечным продуктом будет мероприятие общечкольного масштаба, где дети и родители смогут показать либо театральную постановку, либо устроить какой-то концерт. Это также будет результатом данного проекта. Кроме этого, очень важным результатом нашего проекта будет создание информационно-экономического ресурса. Это может быть сайт, где смогут найти любую информацию все заинтересованные лица, в том числе вплоть до каких-то сценариев определенных мероприятий, которые позволят воплотить этот проект. Кроме этого, например, в гимназии 16 на протяжении уже двух лет успешно работают, расстраивая площадь эксклюзивного образования. При успешном внедрении проекта на территории одной школы можно применить такую технологию, как педагогический десант, когда учителя, уже успешно проработав в этом проекте, смогут поделиться своим опытом с помощью лекций, мастер-классов, публичных выступлений в других школах и передать им этот опыт. Конечно, проект требует определенных вложений. Так как государство у нас заинтересовано в данных программах, я хочу напомнить, что все-таки наш проект направлен не только на именно инклюзивное образование, а на социализацию всех участников образовательного процесса, в том числе на социализацию детей, которые принимают свой коллектив детей с ОВЗ, и на социализацию родителей, и как детей с ОВЗ, так и родителей здоровых детей. Также, поэтому я думаю, что с государством бюджетом будут, соответственно, возможности получить какие-то финансовые помощи. Кроме этого, возможно привлечение различных спонсоров, как мы говорили, это может быть сделано с помощью СМИ, освещением различных мероприятий, вот как все школьного этого конечного мероприятия, конечного продукта. Различных роликов, также дети могут свои социальные проекты, ролики по ним, которые также будут освещаться в средствах массовой информации. И, как вы упомянули коллеги, естественно, ярмарки и выставки дают определенные возможности для формирования фонда. Этот фонд может быть использован как на благотворительной цели в другие учреждения, так и на создание собственного фонда в той школе, где этот проект будет прилицован. Ну и, конечно, привлечение различных благотворительных фондов. Мы готовы ответить на ваши вопросы? Так, первый вопрос. Как вы понимаете инклюзию? Инклюзия вообще это включение, вовлечение в общий процесс. В общем, это сама. Детей с ограниченными возможностями. Процесс, образовательный процесс. Еще? Давай, можно это помнить. Основная задача инклюзивного образования — это доступное образование всем детям. И детям с ограниченными возможностями. То есть здесь мы не должны отделять детей с УВЗ, здоровых детей. И мы должны создать благоприятные условия, чтобы эти условия были по принципу равенства. Тогда к вам вопрос. Я не вижу имя отчества. Валерия Петровна. Валерия Петровна, да? Валерия Петровна. Тогда из вашего определения. Почему-то так проблема социализации, если вы обеспечили равный доступ всем детям? Мы должны создать условия, но не все понимают, что эти дети — особые дети. Поэтому каждый, наверное, взрослый, каждый учитель и каждый ребенок должен создавать эти условия. И, как мы уже здесь говорили, чтобы проявить ситуацию, нужно провести анкетирование, понять, как вообще относятся к этим детям. И, следовательно, из этого мы можем эти условия создать путем всевозможных мастер-классов, клубов. Можно я добавлю на этот вопрос? Можно? Мы только из этого понимаем, если нужно. Второй вопрос из понимания, что инклюзивное образование — это обеспечение равного доступа к образованию всех детей. Я настаиваю на всех. Это означает и здоровье детей с ОВЗ. Из этого понимания, в чем проблема социализации? Из этого понимания проблема социализации состоит в первую очередь в родителях, потому что не все родители включаются в процесс социализации в условиях инклюзивного образования. Если у нас, скажем, основной идеей нашего проекта — это сотрудничество. То есть не внутри школы социализация детей, а социализация, как более широкое понятие, социализация посредством включения родителей в партнерские отношения со школой. И родители не только детей с ОВЗ, а родители с ОВЗ. — Вы очень много говорили о родителях, родителям. А предполагает ли Ваш проект повышение квалификации для родов? — Естественно, мы об этом же упоминали, конечно. — Вы упоминали не о повышении квалификации, а о подготовке какого-то специалиста, который будет работать в школе. — Ну, может, здесь немного резидент понимания. Конечно, нашим проектом предполагается повышение квалификации специалистов. Если сейчас в основном повышение квалификации происходит для учебы начальной школы, потому что сейчас там больше внедряется, мы предлагаем, чтобы такое повышение квалификации в рамках данной программы проходили в силу учителя, в том числе и предметники. Потому что на выходе из начальной школы создаются трудности при работе именно у тех учителей, которые не сталкивались с этим начальной школой. — Я поэтому и хотела, чтобы Вы уточнили именно неподготовка, а пересекут. — Спасибо. — Перед внедрением проекта Вы рассматривали, прогнозировали те трудности, с которыми Вы столкнетесь при реализации данного проекта. Уважаемые коллеги, назовите три трудности и проранжируйте их. 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 Уважаемые коллеги, назовите три трудности. Уважаемые коллеги, назовите три трудности и проранжируйте их. 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 И тот этап, который проранжируется, мы должны шагнуть назад и выставить новую статью реализации нашей программы. И здесь мы можем рассмотреть этап анкетирования и исследования, но вряд ли приведет нас к необратимости. Но этап внедрения нашей программы в образовательное учреждение может вызвать некие проблемы по реализации. И здесь необходима работа обоюдная как руководству образовательного учреждения, так и разработчику данной программы. С точки зрения экологичности. Насколько я понял ваш вопрос, речь идет об экономном использовании ресурсов и логичности их применения. Так на примеры ли я правильно понял ваш вопрос? Слово экологичное для меня носит в другой характер. Это мое понимание. Хорошо, с этой точки зрения можно сказать, что в финансовом плане мы показали источники финансирования. И здесь логичность применения тех или иных источников финансирования должна быть обусловлена не только перед образовательными учреждениями, но и перед ответами всех участников образовательного процесса. На каждом этапе. Время кончилось. Ответ принимается. Да, конечно, я успею. Хорошо. Прось бы еще раз представить. Фамилия, имя, отчество получили. Кошина, Вячеслав Григорьевич. Парунира Светлана Васильевна. Березина Кустина Николаевна. Купченко Марина Петровна. Заборовская Екатерина Олеговна. Продолжение следует.